всем доброго времени суток сегодня будет экспресс бугурт потому что ну если вкратце скажем так если сами разработчики не стараются над своей игрой то я над обзором тоже заморачиваться не буду в чем суть относительно недавно я выпустил видео где высказывал так сказать свои свое мнение свои свой опыт свой experience те эмоции которые я получил от игр blade storm и токи дэн это игры вот омега форс если быть более конкретным от кои омега форс их делала кое издавала перед собой сейчас видите игру warriors all-stars тоже от омега форс и тоже от кои это уже более традиционная такая муссу игра уже более привычный для омега форс все три игры недавно на распродаже кои в стиме подарил мне комрад кочатков за что ему огромное спасибо но мне жаль товарища кочаткова потому что все деньги он грубо говоря просрал впустую я уже сказал blade storm мне особо не зашел он мне показался день невероятно скучным вот а вот таки дэн таки дэн мне тоже не по это относительно скучно показался но там проблема еще одна была которую я упомянул вскользь игра плохо оптимизирована она работает нестабильно то есть я указывал то что у меня были тормоза в определенных моментах причем абсолютно случайные это не зависело от моего железа это не зависело от моей системы это именно что была плохая оптимизация потому что жаловались на это многие проблемы были у многих из 2015 года когда вышла игра на пока эту проблему никто так до сих пор не решил так чего вы думали ворсалл старс оказалось еще хуже начнем с того что игра просто стабильно крашится хотя в этом-то как раз и вся суть у многих кстати да я читал что в стиме что на реддите я также читал что у многих также есть тормоза у меня тормозов слава богу не было таких же рандомных как было и в токи дэн но у меня игра стабильно крашится я уже пробовал самые разные вещи в итоге я просто перевел графику в режим по минимуму абсолютный минимум причем настолько минимум что реально местами прям по глазам режет я обычно я как бы сам по себе не графодрочер для меня графика играет не самую важную роль в игре до тех пор пока игра веселая мне на графику начкать но здесь это прям было видно что прям это для для ведра крыл говоря вот это минимальная графика ну ладно черт бычать с ним хотя бы на минималках я начал играть но представьте себе в итоге спустя черт знает сколько часов я дошел до уровня который просто сам по себе отказывается загружаться игра настолько не оптимизирована настолько сломанная что на пк вы не можете ее пройти опять же таки я не знаю с чем это связано скорее всего это связано с какой-то конкретной конфигурации пока то есть на каких-то определенных железках игра не будет работать так как она должна потому что на оптимизацию и на тест кое-либо не выделила денег либо им просто было насрать они не заморачивались с этим и вот мне повезло и умом на моем железе игра просто непроходимая потому что один конкретный уровень сюжетный уровень просто тупо вылетает даже до конца не загрузившись и вся проблема в том что игра мне в целом то понравилось мне хочется ее до пройти до конца несмотря на то что у нее целый косяк целый ворох минусов но мне ее хочется пройти до конца это во первых а во вторых это то что я полазил по форумам и пункт а второго пункта это не у меня одна вот такие проблемы это проблемы у многих очень многих людей просто вы скорее всего про это не слышали потому что ну согласитесь серия мусо далеко не три пола и проекта и это весьма узконаправленная скажем так серия вот ну и пункт б подобный косяк точнее подобные жалобы я встречал на очень многих ветках форумов в том числе на пк-шной ветке берсерка в том числе на пк-шной ветке не у 2 в том числе на пк-шной ветке самурай warriors 4 в том числе на пк-шной ветке warrior 44 из чего я делаю вывод что кои просто абсолютно насрать на своих пользователей и абсолютно насрать на пк-шные свои порты несмотря на то что она сука продает их чуть не по фулл прайсу даже спустя столько времени самураи warriors 4 есть не изменяет память 2016 году вышла она до сих пор сука косарь стоит вам не кажется что вы немного прихуели товарищи кои идите вон нахуй с такими ценами с таким отношением к люк к людям вот буквально грубо говоря ладно я я допустим не потратил эти деньги но товарищ кочетков потратил эти деньги и он потратил эти деньги в пустую потому что две из трех подаренных игр я просто физически не смогу пройти по техническим причинам потому что вы с 2015 смею заметить года не заморачивайтесь даже банально игру довести до ума то есть вы продаете заранее нерабочий продукт идите нахуй извините за выражение хотя нет извиняться я не собираюсь идите нахуй серьезно у меня отпало все желание продолжать свой экскурс в серию мусо потому что а черт знает ну вот куплю я допустим samurai warriors 4 кто мне дает гарантии что у меня вот на этом же самом железе она так не это она будет работать нормально кто вот даст мне эти гарантии никто мне их не даст скорее всего она не будет работать нормально потому что учитывать то что они эти игры клепают каждый год у них они скорее всего на одном и том же движке с одними теми же ассатами используется и учитывая то что очень многие жалуются стабильно на практически все релизы кои в стиме ну по крайней мере на многие которые я смотрел я делаю вывод что они им вообще насрать с высокой колокольни абсолютно ну раз уж им насрать тогда и мне тоже насрать я останавливаю свой экскурс в серию мусо и я не собираюсь дальше притрагиваться пока что портам идите нахер просто откровенно идите нахер и я вообще не не собираюсь больше притрагиваться к играм от кои факты счет что называется разве что если только через торрент эдишен и это или если в старые игры которые через эмулятор запускать покупать ваши продукты больше не буду в принципе вот на принципиальной основе я не собираюсь скажем так деньгами поддерживать своим своим кошельком и тем более чужим кошельком если кто-то захочет мне это подарить я сейчас зайду стимовский свой профиль и удалю из списка желаемого все игр от кои просто нахер в том числе и серию ателье например которые мне давно интересовало но после этого бред опять же таки кто мне гарантирует что у меня не вылезет такая же херня от вас это игры совершенно разных издательств от капком от вы форварда от совершенно разных игр у меня три больше трехсот игр в стиме за свои семь восемь лет обитания в нем у меня есть никогда такой день такого дерьма не было вот а у вас вот такая вот херня встречается так что блин это в это про это просто я я не знаю что добавить здесь это просто максимальное неуважение тем людям которые вам же деньги заносит это я еще молчу про ваши дела сишны эти экспансии блять потому что не только в датура life у вас такое дерьмо вот серьезно в любую игру игру от кои непосредственно от кои зайдите посмотрите все в симовские страницы на и даже в той же дайности вориорс или самурай вориорс дела сишного дерьма там раза в пять больше непосредственно самой игры точнее сама самого контента там сгулькин хрен а вот цены это же другой вариант это уже другой разговор чё с вами случилось кои честное слово дайности вориорс 8 отлично вообще играла прямо конфетка а даже на моем старом компе на максималках игралась блин это вообще без сучка без задоринки что после этого произошло вы там чё торкнули то так дико что у вас это все игры пошли пизде извиняюсь за выражение это это блин это я не знаю даже что сказать тут отлично игры в принципе если вкратце это борис all stars это игра из серии мусо но она была в общем 2017 году в честь 20-летия омега форс и они туда понапихали персонажей из самых разных франшиз от кои то есть банально есть дайности вориорс рай вориорс есть нинджи гайден есть тоже сели от серии ателье есть серия десепшн есть дотара life есть самурай кэц не путать самурай пицца кэц там есть там оттуда взяли набунягу оду такой забавный персонаж собственно есть персонаж из нее 2 который на тот момент как раз свежаком был то есть это там достаточный на набор персонажей плюс свои новые персонажи с этим набором я бы очень сильно поспорил потому что такое ощущение как будто провод хаотично вот буквально вот тыкали пальцем в небо и кого попало того и брали взять ту же дайности вориорс например оттуда взяты четыре персонажа жао юн жоу цэнг ванг юэнжи и лубу но лубу это как бы понятно это очевидно это все-таки чуть ли не лицо самой франшизы куда же без него вот а вот три другие персонажи это весьма спорно жао юн ладно понятно один из главных героев со стороны шу жо цэнг это новый персонаж и опять со стороны шу и еще есть ванг юэнжи которая из династии джин а почему нет никого из династии ву или вэй как как они определяли вот как кого взять хотя бы по 1 по одному скажем так флагмановскому персонажа из этих династий надо было бы взять наверное а то это как-то смотрится но вообще непонятно скорее всего это было сделано с расчетом на будущее dlc проблема вся в том что играть нифига не окупилась поэтому они этим заниматься не стали вот так что набор персонажей там весьма спорный из детора life например взяли косуми ханоку и мари роуз я понимаю с одной стороны зачем они взяли ханоку и мари роуз чтобы потом кучи dlc костюмов на них пихать а с другой стороны то есть вы хотите сказать что вот эти вот три персонажа представляют как бы всю серию детора life косуми ладно понятно опять же таки она лицо франшизы где например тоже елена где например джан ли ладно вы еще скажем так краем краем бока со стороны нинджи гайден поставили рюха и бузу и аяны именно с нинджи гайден но они как бы тоже ездят орла и так что это как-то еще можно просить но все равно там набор какой-то вообще прям серьезно такое ощущение как будто дартс в стенку кидали и кого попало вторая проблема которая у меня там возникла это сюжетом точнее с тем как сюжет построен я его описывать не буду потому что он идиотизм полный это аниме просто одним словом можно описать суть вся в том что в этом в этой игре аж 15 концовок с одной стороны казалось бы хорошо можно перепроходить и будет хоть какой-то интерес перепроходить эти игры но проблем себя в том что как этот сюжетный режим строится концовка трут рушная только одна естественно все остальные вторичные так вот выход на эту трушную концовку это просто идиотизм полный потому что как бы по сюжету там грубо говоря условно три лагеря три главных героя и зависит от того какого персонажа ты выберешь стартового ты попадешь к тому или иному герою в лагерь скажем так и вот между этим тремя лагерями и происходит основной конфликт так в чем суть банально выборов не того стартового персонажа там где-то с десяток стартовых персонажей вы можете попасть совершенно не тот лагерь а чтобы выйти на тру концовку может только один один персонаж то есть один лагерь из одного лагеря то есть банально выборов не того стартового персонажа а вы не знаете кого выбирать потому что игра вам об этом не сообщает вы можете сами себе заблокировать прям вот сразу буквально с пункта старт сразу себе заблокировать возможность выйти на хорошую концовку просто браво мне даже добавить ничего вообще в целом такое ощущение как будто игра просто банально не доделана или скорее всего она была выпущена в торопях чтобы потом ее допиливать через dlc естественно платы вот этот очень прям вот раздражает дико это даже в механики игры видно с одной стороны мне нравится что они взяли механики из разных мусу игр то есть например там есть возможность отменять практически все свои удары канцелить в дэш или в прыжок что было по моему самара вориорс 3 но при этом там дико нарушена механика суперов они пиздец как промахиваются извините за выражение я суперами практически не пользовался я суперами пользовался только в случае когда меня атакуют чтобы прервать их атаку это единственное или просто от балды чтобы толпу раскидать потому что сколько раз у меня было когда целый фаербол и там или чонки кидает или просто какой-то дикий взмах на весь экран а босс просто стоит как копанный сквозь него проходит и всем насрать вот серьезно такое ощущение там то половина механик так работает они работают через жопу вот эти вот карты там сделали так что нельзя покупать оружие вместо оружия теперь карточки эти карточки по всякому прокачиваются иметь там всякие разные свойства и все такое вот и он это ты с собой как бы в бой берешь пять персонажей одним управляешь ты четыре из того бегают в качестве под управлением компа их можно призывать в качестве спец атак их можно призывать там использовать как раз таки вот эти вот карточки боевые так вот некоторые из этих просто баланс вообще рушат на корню фигня вся в том что комп может использовать скажем так способность карточки персонажа когда играет он этим персонажем то есть когда ты играешь этим персонажем у тебя все остальные четыре персонажа они именно в виде карточек то есть ты можешь если хочешь использовать спецспособность используешь как раз вот эту карточку то есть когда ты играешь например косуме у тебя карточки косуме нет потому что ты играешь а капуна это насрать в результате Когда ты сражаешься с двумя-тремя офицерами, персонажами врага, которые имеют определенные пассивные бафы, они могут, сука, себя неуязвимыми тупо сделать, и всё, что тебе остаётся сделать, это либо стоять в углу с зажатой кнопкой блока, либо просто убегать. И где-то минуты полторы ждать, пока у них все эти пассивные бафы, которые они себя наложили, просто пройдут. Ты с собой сделать такого не можешь, потому что, опять же, ты этим персонажем играешь. Ты не можешь наложить какой-то уникальный его баф, который ему принадлежит, на самого себя. Ты можешь использовать только бафы своих соратников, которые ты с собой взял. И то там дикое время на перезарядку этих бафов. Компо бережски на это насрать. Вот серьёзно, я не знаю, вот как ни посмотри на эту игру, с одной стороны мне она нравится, а с другой стороны она дико бесит. И эта игра, по сути, должна была праздновать 20-летие Omega Force. Ну ебать, что я могу сказать, охуенно вы её отпраздновали, блин. Мало того, что она не работает, ни хрена, прямо от слова совсем. Вот серьёзно, я дошёл до сюжетного уровня, который мне по сюжету надо пройти, чтобы выйти, сука, на хорошую концовку. Я с третьего прохождения только до этого дошёл, и он мне, сука, средний палец показывает и говорит, иди нахер, я не буду тебе загружаться. Просто, блядь, я охуеваю. Серьёзно. С 20-летием у вас Omega Force. Идите нахуй, называется. Так что да, если вы хотите играть в современные игры от Кои, покупайте их где хотите, но не на ПК. К ПК-шным версиям не прикасаться. Опять же таки, я пока сам не имел, скажем так, общения с другими играми, которые я не притрагивался. Там, Samurai Warriors 4, Warriors 4. Но, судя по форумам, там такая же пизда. Возможно, вам повезёт, я не спорю. Возможно, вам повезёт, у вас будет играться нормально. Но мне, сука, не повезло. Я, блин, я вот сижу, вот и я охуеваю. У меня больше других слов просто откровенно нет. Так что да, на будущее, если вы собираетесь играть в игры от Кои, не прикасаться к ПК-шным версиям. Играйте на PlayStation 4, играйте на PlayStation 5, играйте на Xbox, играйте на Switch, но не на ПК. Пошли они нахуй с такими этими, блин, что называется, голосуйте рублём, голосуйте своим кошельком. Я не собираюсь коечные игры на ПК больше покупать. Я вам лучше пойду торрент-эдишн возьму. А что касается Warriors All-Stars, если вы хотите... Игру стоит покупать только в том случае, если вы хотите поиграть в Мусо, но персонажами не от Мусо. Ну, например, тем же Рюхо и Бузой, Аяне, Касуми, Ханокко и Мари Роуз, если вы хотите. Там ещё есть персонажи из Deception, вот этот вот Набуняга Ода из игры, кажется, Samurai Warriors, или Samurai Cats, он называется. Есть персонажи из серии Atelier, там из Nioh там есть персонаж. Есть ещё из какой-то RPG-шки, сейчас подождите, посмотрю. Night of Azur называется. Я вообще знать не знаю, что это такое. Вот. Вот как-то так. Вот если вы хотите вот этими персонажами поиграть, да, вот можете попробовать вот эту игру. В остальном лучше её избегать в любом случае. Собственно, вот такой вот мой экспресс-бугурт. Извините за мат, но просто у меня эмоции прут. Потому что я сначала, поначалу я начал играть. Вот. Я, когда первое время встретил вот эти вот проблемы с вылетами, я пошёл искать ответы в интернете. И там увидел, что у многих проблемы. Разные советы перепробовал. Но в итоге я, короче, просто всё обнулил графику под ноль. Всё по минимуму поставил. И вроде она заработала. Я прошёл игру раз за один лагерь. Я прошёл игру два за другой, собственно, лагерь. Вот так вот мне не повезло, да, я выбрал не тех персонажей. Потом я начал проходить за третьего. Хоба нахуй, оказывается, что за третий лагерь как раз открывается возможность пройти на хорошую концовку. Я пошёл по этой самой хорошей концовке. И игра показала мне средний палец. И сюжетный уровень мне просто отказывается загружать. Даже на минималках. Финиш, что называется. Да, вот как-то так. На сегодня всё.